Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Часть третья, глава пятая Мои ташкентские друзья Чем держится мир? В 1966 году в Ташкенте произошло сильное землетрясение Перед землетрясением я видел большой огненный шар И подумал, что это атомный взрыв Подземный, наверное Так же думала и моя жена Возможно, землетрясение действительно имело искусственную причину Мы ведь не проверяли уровень радиоактивности Так или иначе, в городе, как я уже говорил Было разрушено 75% зданий Землетрясение началось под утро Мы выбежали на улицу после первых толчков Подошел сосед еврей Ицхак Какую броху говорят на землетрясение? Ой, спохватываюсь Я об этом не подумал Шекохо угурато мале олам Силы и могущества которого наполняют мир Сказано в первой главе Перкей Авод Шимон Ацадик был одним из последних мудрецов Кнесет Агдула Великого собрания Он говорил Мир стоит на трех вещах На изучении Торы И на служении в храме Молитве И на добрых делах Я своими глазами видел это во время ташкентского бедствия Мне кажется, в то время не было в союзе города С более налаженной еврейской жизнью И более крепкой общиной, чем ташкент В ташкенте в те годы Евреи были очень сплочены Здесь действовали несколько синагог И тайных миквы Делалось много добрых дел Из семи-восьми Это очень немало по тем временам Ташкентских резников Двое-трое постоянно стояли на рынке Один из них Беньямин Шойхет Увидев, что еврей покупает курицу И направляется к рубщику Всегда предлагал Зачем идешь? Давай я тебе бесплатно зарежу И делал Шхету бесплатно Мне кажется, ташкент был в этом отношении уникален Даже Самарканд, пожалуй, был чуть слабее На Кавказе евреи держались очень твердо Но у нас учеба шла серьезнее Меня и сына, например Люди буквально заставляли заниматься с ними Торой Такое же землетрясение Даже более слабое За несколько лет до того Случилось в Ашхабаде Правда, как говорят, оно было горизонтальное Что опаснее А не вертикальное Как в Ташкенте Но почему такое, а не другое? В Ашхабадской катастрофе Погибли более 10 тысяч человек А в Ташкенте? В 6 утра я начал обходить знакомых Прихожу к Вольфам, нашим родственникам Глава семьи еще в постели Кругом кирпичи и камни А Ефраем цел и абсолютно невредим Я обошел десятки еврейских семей У всех в доме разгром И все невредимы По данным печати В городе погибли 10 человек А ведь землетрясение продолжалось много дней Было более 700 толчков Тогда я понял Что означает Мир держится Торой Этим и держится Подумал я Потому так и получилось Люди не хотят видеть чудеса Закрывают на них глаза Рамбан сказал Знаменитые, явные чудеса Помогают нам ощущать чудеса скрытые И тогда мы начинаем понимать Что в мире все чудо И это понимание Основа веры Вот посмотрите Что произошло совсем недавно в Израиле Шла война в Персидском заливе Ирак обстреливал Израиль Ракетами скад На города Израиля Которые населены очень густо Было выпущено 39 скадов Вторая мировая война Показала, что бомбардировки городов Приводят к огромному числу жертв Современное оружие Скады Еще опаснее Ущерб от обстрелов был колоссальный Но погиб только один человек Израильские военные специалисты Готовя больницы к приему раненых Намечали 6 тысяч коек На каждую ракетную атаку Потому что во время Ирана и Иракской войны Каждая ракета, упавшая на Тегеран Убивала от 8 до 10 человек Не считая множество тяжело раненых Эти данные я взял из книги Сэма Веффера Ракеты противогаза и чудеса Обстрел Израиля Ираком продолжался с 18 января по 25 февраля «Были повреждены сотни, а может и несколько тысяч квартир» Я видел снимок Полностью разрушенное ракетой трехэтажное здание Человек со всех сторон прихваченный обломками И под развалинами люди И все остались живы Так произошло не раз и не два А 39 раз Кстати, наказание в 39 ударов Предписывает Тора грешнику, нарушающему ее заповеди Но это кстати Военные специалисты в Европе провели сравнительные исследования Результатов бомбежки Германии и Лондона Ираком, Ирана и Израиля Констатировали невероятный факт И воздержались от профессиональных выводов Помните, я говорил про персума Ниса в Хануку? Так вот, это и вообще митсва Рассказывать о чуде В том случае, если факт общеизвестен И ясно, что никто не будет его оспаривать О таком событии можно объявить и сказать, что это НЕС Чудо Если возглашение может вызвать споры Лучше не объявлять А разве то, что я рассказал не чудо? Неужели кто-то скажет, что этот факт случайен? Маца Шмура Во время одного из самых сильных толчков Меня в Ташкенте не было Я ездил жать пшеницу для пасхальной мацы Из рассказа Софы Лернер В пашкенасской общине Ташкента Было много крепко верующих евреев Эвакуировавшихся сюда в войну из Москвы и Ленинграда Да так здесь и оставшихся На Песах эти люди хотели иметь мацу из зерна Которые берегли от воды с момента жатвы Такая маца называется Шмура Во время войны сотрудникам завода, где работал отец Выделили участки земли за городом Под огороды Обычно все сажали картошку А папа предложил посеять пшеницу для мацы Шмура Он уговорил нескольких евреев тоже посеять пшеницу Пообещав купить у них урожай в четыре раза дороже, чем на рынке Во время сбора урожая кто-то из евреев наблюдал за тем, чтобы пшеницу не намочил дождь Так что даже во время войны у нас была маца Шмура Помню еще маленькой девочкой я с братом ждала, когда привезут эту муку Мы надевали белые халаты Завязывали волосы Переворачивали столешницу Покрывали ее белой простыней И вдвоем просеивали эту муку Потом из нее пекли мацу Шмуру С тех пор, как Рыбыцкак приехал, он, конечно, участвовал во всех этих делах Помню позже, когда зильберы поселились на улице Парман В них во дворе пекли мацу для всех Мы договорились с одним колхозом Заплатили и отправились сжать Я научился управлять комбайном И как раз сидел за рулем, когда комбайн подбросило подземным толчком В поле, где на тебя не свалятся стены Не так страшно, как в доме Я беспокоился, как там, в Ташкенте Оказывается, во время этого страшного толчка Мой сын занимался у Рава Залмана Из рассказа Рава Бенциона Я инстинктивно рванул в окно Оказавшись снаружи, смутился А учитель? Ему ведь не вырваться Но дом уцелел Пшеницу мы сжали и собрали Но было очень жарко И в один из мешков, когда я его завязывал Попала капля пота Я тут же вытащил горсть зерна сверху и выкинул ее Но решает ли это проблему, не знал Мы обратились к Равинам Выяснилось, что пот не махмитс То есть не окисляет И мешок пшеницы пригоден для Песоха Потом мы арендовали на два дня мельницу Человек 30 молодых парней и девушек В один день полностью очистили мельницу от хамца Это была тяжелая работа А на завтра смололи наше зерно Спустя несколько дней эти же 30 молодых людей Надели специальную одежду и пекли мацу Моя старшая дочь тоже участвовала в работе Из рассказа Хавы Родители обещали мне, что когда я вырасту То есть когда мне исполнится 12 лет Я пойду печь мацу вместе со старшей сестрой У Сары для этой цели был даже специальный фартук Хранившийся от Песоха до Песоха Первые выпеченные мацу предназначались для больных и бедных Барух Эхер взял у сына директора завода машину И всем нуждающимся отвезли мацу домой Пекли, чистили, мололи, развозили Все это бесплатно И раздавали мы мацу бесплатно Не торговали ею В том году нам невероятно повезло с мацой Впервые за все годы Евреи общины даже оказались перед выбором Какую мацу взять на первый вечер с Эдера Из той муки зерно, для которой мы сами сжали и смололи Которую сами пекли Или посылочную из Эры Цесраэль На коробках с которой написано Маца Шмура Мишаат Кцира Что значит маца, обереженная с момента жатвы А может, бруклинскую взять? Хабадники получили мацу из Бруклина Раф Ицхак Винер сказал Исполняются слова из Перкеа вот Кто выполняет Тору в бедности Придет время, будет выполнять в богатстве Много лет у меня не было мацы И вся моя еда в Песах были кусочки сахара А сейчас у меня забота, какую мацу выбрать Сотрудник ЧК В синагогу, где я молился, приходил каждую субботу Илья Исакович Фамилии не называю В 60-е годы он уже начал понемногу приближаться к еврейству В синагогу ходил по субботам Осваивал кашрут Пек вместе со всеми мацу на Песах Но в 20-е годы он работал в ЧК Где, как говорится, немезузы пишут Он оправдывался, что работал по хозяйственной части Однажды с Ильей Исаковичем произошла история Которая, на его взгляд, имела серьезные последствия По делам службы ему приходилось ездить по разным городам Приехал он как-то в Витебск Это было время массовых арестов религиозных евреев Является он в тюрьму и узнает Арестованы 30 с лишним самых выдающихся евреев города Равины, Талмидей Хохамим, мудрецы и праведники У него в глазах потемнело А тут еще он увидел, что к воротам тюрьмы пришли близкие этих людей С передачей Просили принять Дело было перед Песахом Охранники сказали им, что таких здесь нет И те ушли в слезах Не знаю, может быть, их родных расстреляли Илья Исакович не выдержал Он побежал за ними, догнал Давайте я передам Он взял передачи, отдал равинам А выглядел он совершенно русским мужиком Даже не на сто, а на сто пятьдесят процентов Илья Исакович сказал равинам, что он еврей Они заплакали и благословили его За это доброе дело мы тебе желаем долголетия Прошло много лет Илья Исакович уже жил в Ташкенте Он серьезно заболел, перенес операцию Двадцать дней лежал со вскрытым животом Шов не срастался Врачи считали, что дни его сочтены Люди приходили прощаться с ним Пришел к нему кругляк Увидел, и слезы выступили Илья Исакович говорит ему Володя, ну что плакать? Каждому свое время Надо умирать Но вдруг все срослось И он выздоровел Илья Исакович считал, что ему помогло выжить Благословение арестованных равинов Эту историю Илья Исакович рассказал мне Когда мы познакомились поближе Недавно в Израиль переехали его родные Они поселились в Иерусалиме Мы встретились, и я спросил о нем Знаете, сколько он прожил? Восемьдесят девять лет Так исполнилось благословение А его внуки здесь Они верующие Отпуск в неожиданной форме В июне шестьдесят восьмого года Илья Исакович пришел проведать меня в больницу Как я попал в больницу? Иосиф Алишаев, бухарский еврей Видел меня в синагоге И решил, что я подхожу в учителя его детям Он стал просить Мои дети целыми днями по улице бегают Не слушаются Я с ними не справляюсь Учить их не могу Дам тебе на год квартиру Бесплатно у меня во дворе Только учи их Но я уже купил квартиру в другом районе И жена не согласилась еще раз переезжать А если через пару месяцев не поладите Куда мы денемся? Работал я очень много Но решил, раз человек хочет учить детей Нельзя отказать Как-нибудь найду время Я сказал, что переехать не смогу А учить буду Конечно, это было уже не то, чего он хотел Ответ я дал ему вечером А утром иду Думаю об этом И меня сбивает грузовик Лобовое стекло в дребезге Я лежу без сознания Виноват был водитель Когда я открыл глаза, водитель меня укорил Ты мне все стекло разбил своей головой Я говорю За стекло уплачу Только вези поскорее в больницу Меня положили в больницу С сотрясением мозга Левое плечо было совершенно переломано И рука висела, как плеть Я пролежал в больнице три недели Илья Исакович навестил меня И пошутил в разговоре Все меня спрашивают За что Всевышний наказал Ицхака А я им объясняю Очень просто Ицхак все бегает Все у него дела Работает И никогда не отдыхает Организму все-таки отдых нужен Вот Всевышний и дал ему отпуск В такой форме Из рассказа Якова Лернера По субботам он проходил Не знаю сколько километров Чтобы читать Тору в разных миньянах Потому что у нас не хватало людей Которые умели бы читать свиток Торы Но он и в будни ходил пешком Ой, на автобус я не сяду Он слишком долго идет И вот он так бегал-бегал Бегал-бегал Пока однажды его не сбила машина Пришел я к нему в больницу Лежит такой довольный Знаешь, говорит, я эту сугию Тему в Талмуде Долго не мог прочесть Наконец, Бару Хашем До чего повезло Могу сидеть и учить Всегда он Самый счастливый человек Плечо лучше лежит в гипсе Если выпрямить руку И держать ее на весу Врачи сомневались Выдержу ли я Я их уверил Выдержу Загипсовали Как теперь накладывать тфелин Мне помогали Лежавшие в палате больные А шоферу Чтобы его не судили Я еще должен был Написать письмо Что это не его вина А моя Аварию я принял Как наказание свыше За отказ Алишаеву Выйдя из больницы Я сразу стал заниматься С его детьми Их было не то восемь Не то девять Занимался бесплатно Старался приходить каждый день Ловил их на улице Затаскивал в дом С одними читал Шма, Шмунаесре С другим, самым тихим Успел пройти Берешит Первую книгу Торы И с девочками занимался И перед каждым праздником Что-то рассказывал В общем, все дети были охвачены Так продолжалось Вплоть до моего отъезда в Израиль Конечно, мы остались друзьями Интересно, что все эти дети Стали глубоко верующими Некоторые из мальчиков Учились в Яшивах в Бнебраке Все девочки вышли замуж За религиозных парней Эту фамилию Алишаев Сейчас знают все бухарские евреи В Израиле Человек состоятельный Иосиф Алишаев Переехав с семьей в Израиль Все свои деньги вложил в обучение Бухарских евреев Он помогал бедным Организовывал проведение Еврейских праздников Создавал учебные группы Для мужчин Для женщин Для детей А потом и вовсе возникла Всеизраильская организация Шаарей Цион Организованные ею Кружки Клубы Ешивы Колили Детские сады Школы Летние лагеря Действуют в Иерусалиме Тель-Авиве Рамле Ор-Иудей И других городах Израиля А возглавляет организацию Раф Шмуэль Алишаев Самый тихий Когда-то Сын Раби Иосифа Самый Короткий Седр В жизни У нас во дворе Накопилось Полно мусора Надо было Убрать двор К празднику А сделать это Я мог Только после работы Весь Предпасхальный день Когда хлеб Уже не едят А мацу Еще не едят Я возился во дворе Только вычистил двор Уже вечер А я недавно узнал Что у нескольких семей Нет мацы После вечерней молитвы Я отправился Разносить мацу Ташкент Большой город Праздник уже начался И я шел пешком К одному К другому К третьему Домой вернулся Где-то без четверти двенадцать Счастье Что полночь в Ташкенте В эти сутки Наступала в час И двадцать девять минут По закону Завершающую еду В Седер Песах Афикаман Надо съесть До середины ночи Пришел я еле живой От уборки От ходьбы От голода Но надо было ждать Мы пригласили на Седер Ифраима Вольфа С женой Того самого родственника Которого я застал В постели После землетрясения А жена его преподавала В вечерней школе И кончала занятия Около двенадцати В половине первого Пришли наконец гости И мы начали с Эдер Я рассказывал Все как положено В час восемнадцать минут Мы закончили чтение Агады Я предложил всем Поскорее мыть руки Мы в темпе сказали Благословение На Мацу Проглотили Положенное количество Тут же Без промедлений Съели горькую зелень Уложились в две-три минуты Гита Жена моя Говорит А чай хотя бы Какой чай Немедленно едим Афикаман Главное Закончить трапезу До полуночи Так мы в ту ночь Ничего и не ели Вольф до сих пор Смеется Когда вспоминает Этот пасхальный ужин В Ташкенте Вино для пасхальной трапезы Я всегда делал сам Покупал виноград И бросал его В большую бутылку Вместе с ветками Некогда было возиться А потом Перед пасхом Отцеживал Вино в том году Было удивительное Сытное Как хорошая котлета Я выпил два бокала Будто мясо наелся Все так почувствовали А на завтра Вы не представляете себе Что за жизнь была там На завтра в 8 утра Я уже был на работе Договорился с начальником Что в субботу и праздники Работать не буду Но присутствовать на работе Было необходимо Я помолился рано В 7 часов Хорошо еще Что там где я молился Мне предложили Погоди Не беги Поешь немножко Я сделал кедуш Съел что-то А домой с работы Вернулся уже Около пяти Так что нормально В эти два дня Я посидел за столом Только во второй седр Всего четверть века Есть у меня знакомый Хабадник Мотл Козлинар Очень хороший человек В 46 году Поймали его мать С фальшивыми паспортами Для тех Кто хотел уехать В Израиль Через Польшу Изготовил паспорта Тот самый Мендл Горелик Что создал потом Наш замечательный цех Он великолепно Писал любые шрифты И мог изобразить Любой почерк Он тоже отсидел Свое За это Чуть не помешался В тюрьме Женщину арестовали Прямо на улице Паспорта были при ней Посадили и ее И мужа 25 фальшивых паспортов Для выезда из Союза Все были уверены Что этих людей Расстреляют Дети Козлинаров Сын и дочь Были маленькие И какой-то добрый человек Взял их к себе Прошло время И пришло известие Арестованные живы Получили 25-летний срок Когда детям сообщили Об этом Они заплясали От радости Чуть не разнесли Квартиру Их спрашивают Дети Что вы так Растанцевались Как не танцевать Мама с папой Получили всего 25 лет Козлинары Старшие Выжили Отсидели Не то 8 Не то 10 лет Вышли на волю Встретились с детьми И жили еще долго Глава семьи Умер в возрасте За 80 А с какой любовью И почтением Относились К ним Их дети Чекистский юмор О Раве Симхе Городецком Благословенно память праведника Рассказано и написано много Поэтому я расскажу Только то Что может быть Еще неизвестно Несколько деталей О которых слышал От него самого Он был великий человек В 20-е годы Он учился В Любавической Ешиве В Ростове В 26-м году Его послали Из Ешивы В Самарканд Организовывать Обучение Бухарских евреев Он тайно Создавал Ешивы Учил людей Рава Симху Вызвали в НКВД Еврей-следователь Показывает ему Список имен И спрашивает Ты тайно Подготовил И послал В Ешиву 15 человек Так? И начинает Писать протокол Рав Симха Видит Что тому Все известно И говорит Знаешь Я вот тут Сейчас Сделал Чуву Раскаялся А надо вам Знать Что по утверждению Талмуда Раскаившиеся Грешники Баалей Чува Поднимаются На высоту Недоступную Даже самым Большим Праведникам Следователь Возражает Это у вас В Талмуде Сказано Там где Стоят Раскаившиеся И праведники Не стоят А у меня В Гемале Написано По-другому Там где Баалей Чува Сидят И дальше Пишет Листов Пять Исписал Потом Сам себе Говорит Погоди А что Я заработаю Если посажу Еврея Слушай Ты где Живешь В новом Городе Переезжай В старый Город Где тебя Не знают И больше Этими делами Не занимайся И Отпустил Его Но Раф Симха Не прекратил Своей Деятельности На этот раз Это уже было После войны Его посадили И приговорили К расстрелу Жена Его бегала По всем инстанциям И вымолила Чтобы ему Заменили Расстрел По жизненным Заключениям Примчалась В тюрьму А там еще Не получили Сообщения Об отмене Смертного Приговора Она боялась Что в любую Минуту Приговор Могут привести В исполнение И бросилась Назад В НКВД Почему Не сообщили А ей Отвечают Да вот Маркина Конверт Не нашли От всего Пережитого Женщина Повредилась В уме Кричала Днем И ночью Страшно Было Слышать Продолжение следует